Это, вне всякого сомнения, очень полезная вещь. По поводу нагрузки на выпускников по 5-7 экзаменов в рамках экзаменационной работы. Да, нагрузка возросла, вы, по-моему, об этом говорили. В конечном счёте, это, конечно, выбор самого ученика и его родителей. Здесь тоже люди должны сами решать, точно так же, как и в этом году огромное количество заявлений в различные университеты подавалось. Знаете ещё почему? Мы на эту тему рассуждали. У меня такое ощущение, что наши выпускники и их родители, конечно, не верили, что таким образом можно поступить в университет, потому что родители все же поступали, говорят, ну ладно, чтобы тебя просто так приняли на основании какого-то ЕГЭ, не бойся, там тесты какие-нибудь сделают, на тестах тебя завалят, поэтому давай-ка ты, мелок, руки в ноги и оббеги 5 или 7 вузов, глядишь какой-нибудь более-менее средненький и поступишь. Поэтому, ну, во-первых, мы людей должны успокоить, сказать, что ЕГЭ – это всё-таки серьёзно и надолго. Во-вторых, это ответственность каждого человека. Человек в 16-17 лет – это тоже довольно взрослый человек, он сам должен мозгами раскидывать. И родители должны ещё помогать ему до момента достижения совершеннолетия, полной дееспособности, так сказать. А во-вторых, мы должны всё-таки подумать об упорядочении этой работы на уровне уже Министерства образования. Я поручение давал по поводу того, чтобы, ну, всё-таки поставить какой-то физический барьер, чтобы это не приводило к парадоксальным ситуациям, когда ученик подал, скажем, заявление в 15 или в 20 вузов. Это перебор. Значит, человек должен определиться своими приоритетами. В конце концов, если человек вообще не способен поступить в 20 вузов, выбирая от лучшего к худшему, то ему, может, и не надо поступать пока, немножко поучиться ещё, или вообще не надо поступать. Поэтому здесь какой-то барьер нужно определить. Я, по-моему, сказал 5. Это не значит, что это принятое президентом решение. Но цифра 5 хорошая. Не знаю, подумайте, это может быть 5, может быть 7. Давайте спросим. 5, вот это может быть, во всяком случае, такой оптимальный набор, чтобы было из чего выбрать, и были, так сказать, вузы посильнее и послабее. Ну, решим. Один. Ну, ладно, я тогда, если выбирать между тремя и пятью, выберу всё-таки 5. Потому что всё-таки давайте не будем тоже лишать естественных возможностей. Значит, вот какой-то оптимум. Там посмотрим. Значит, теперь по системе оценки, то, что Вадим Александрович говорил, я думаю, вы сами должны обсудить в своих коллективах. Мне кажется, это неплохая идея, с учётом того, что мы перешли на ЕГЭ, всё-таки подумать о более дифференцированной, более дробной системе оценки текущих знаний в школе. Значит, по системе оплаты труда, по нормативно-подушевому финансированию ещё один большой блок работы. Работа не останавливается, она будет продолжена. В целом я ни разу от учителей не слышал осуждения за эту идею, но есть нюансы, по которым стоит продолжить работу. Значит, безусловно, что, наверное, страдают от новой системы оплаты труда сельские школы, там, где бюджет небольшой. Здесь просто нужно думать, каким образом укреплять эти бюджеты. Это, по всей вероятности, единственный способ поддержать сельские школы, потому что, как мы там не выкраивая различными методиками, но если денег фактически нет, то какую-то методику не издавай, какую норматив не используй, 100 рублей не превратится в 1000. Значит, то, что тоже коллеги говорили, платить высококвалифицированным специалистам всё-таки не за ученика в час, там, рубль 96, как вы сказали, а за часы, я не против, естественно. Но тогда нужно всё-таки, видимо, какую-то планку отсечения дать. Вот кто в школе достоин, скажем, оплаты вот по такой системе? Я понимаю, что это непросто, да, что это вызовет внутреннее напряжение. Да, ну вот есть министр, пусть он подумает, значит, а вы с ним поговорите на эту тему. Значит, говорили по поводу того, чтобы, возвращаясь к ЕГЭ, минимизировать срок страданий, срок ожидания единого госэкзамена, результатов. Да, я думаю, что это правильно, нужно к этому стремиться, использовать технические новшества. Надеюсь, что в ходе нашего движения, так сказать, вперёд, развития законодательства, ЕГЭ, металлогических разработок на эту тему, этот вопрос тоже будет решён. Да, ещё одна вещь, которая упоминалась, значит, вы, по-моему, в конце как раз сказали об этом, что стимулирующий фонд зависит от совокупного объёма фонда, и школа получается незаинтересованной в приёме молодых специалистов. Если это так, то это плохая методика, и я обращаю внимание, Андрей Александрович, на то, что её нужно поменять, потому что весь смысл этих преобразований, которые мы с вами уже вместе ведём последние несколько лет, заключается в том, чтобы при самом максимально корректном и уважительном отношении к педагогам старшего поколения всё-таки стараться привлекать, стараться стимулировать молодых специалистов приходить на работу в школу. Это для нас важнейший приоритет, просто самый главный. И если здесь что-то чему-то противоречит, тогда нужно это откорректировать. Я сейчас не предлагаю это вам прокомментировать, просто хочу обратить внимание, что если есть противоречия, они должны быть сняты. Вот видите, мы с вами коротко в течение 40 минут обсудили довольно важные вопросы. Надеюсь, что от этого будет ток. По нашей новой школе можно я очень кратко сегодня говорю? Можно, только имейте в виду, там в зале сидит ещё много-много людей, которые ждут вас. Очень кратко, вас уверяю в этом. Наивысшую оценку хочу дать, и если хотите увидеть стопроцентное попадание в эту нашу новую школу, хочу пригласить вас в 56-ю гимназию города Санкт-Петербурга. Увидите стопроцентное попадание, и думаю, это будет у всех. Спасибо за приглашение. Петербург – город для меня не посторонний, как и другие города. Я в Петербурге достаточно часто бываю, потому что это очень крупный наш город. У нас как раз 20-летие гимназии. Спасибо за приглашение. Спасибо. Но, может быть, и к кому-то ещё здесь присутствующих я как-нибудь загляну. Вопрос в Ваши пожелания школе, как родителя, какие-то недоумения, может быть, вопросы? Хороший заход в конце. Спрашиваю вас не как президента, а как родителя. Сейчас подумаю. Нет, не поставили. Я просто думаю сказать такую вещь, которая никого не обидит. Вы знаете, я Вам скажу вещь, за которую меня не поддержит очень значительное число родителей. Но скажу Вам абсолютно искренне. Я не считаю, что наши школьники очень сильно перегружены в школе. Может быть, во мне говорит бывший преподаватель, но я считаю, что мы правильно делаем, что стараемся сейчас всё-таки больше давать ученикам. Почему? Потому что всё-таки, как ни крути, но вот в 70-е годы можно было представить себе ситуацию, когда молодой человек, допустим, ещё довольно юный, 4 часа отсидел в школе и в час дня пошёл гулять. Я так и делал, когда учился, и Вы, наверное, многие так и делали. Но сейчас нужно всё-таки думать о том, что мир настолько сложен, перед нашей страной стоит такое количество вызовов, что за такое короткое время невозможно подготовить человека, адаптированного к жизни в 21 веке. Я это, конечно, не говорю к тому, что Вы должны несчастных учеников загружать до 9 вечера. Но как родитель я хотел бы как раз сказать одну вещь. Я считаю, что нужно вкладывать максимальное количество знаний в наших учеников. Только в этом случае у нашей страны есть будущее, только в этом случае мы конкурентоспособны. Даже если это где-то отражается на свободном времени детей наших. Наверное, меня не поддержит значительная часть родителей за это. Но Вы-то точно поддерживаете, я в этом уверен. Как и ректор, естественно, поддерживает, и министр, я думаю, поддерживает.